друзья всем привет меня зовут анна и я рада приветствовать вас на моем канале спасибо что дождались к счастью тем для нового видео мне не пришлось придумывать она возникла сама собой потому что у моего любимого бренда одежды хором вышла новая коллекция новая базовая коллекция теперь она носит название гардероб является одной из основных линеек не вошли как иконические модели бренда немного переосмысленные трансформированные из улучшенных тканей так и некоторые новаторские пункты базы универсальности и тех вещей которые будут прекрасно миксоваться между собой в первый же день продаж я естественно поспешила и собрала небольшое количество элементов одежды которые сегодня вам покажу и в связи с этим мы попробуем сделать достаточно внушительное количество стилизации такой вещи как классический черный пиджак как раз приобретем мы в этой коллекции и все это хочется приуросить на двигающейся весне который я надеюсь все таки не заставит себя долго ждать отдельно говорю что в этом видео мы саму верхнюю одежду трогать не будем сегодня мы это не рассматриваем рассмотрим ту красоту которую будем носить под нее и так первые элементы которым я буду рассказывать и показывать вам и собственно главный герой нашего видео он сейчас находится на мне а это пиджак оверсайз однобортный я взяла его в размере тол хотя у меня были некоторые сомнения может быть стоит взять поменьше но в итоге все-таки я посмотрела насколько он абсурдно огромные эти плечи мы все еще помним из первого видео да что я очаровательный шкафчик мне нравится такое отдельно хочется рассмотреть некоторые из элементов пиджака которые западают в самое сердечко например на рукаве место четвертой пуговицы занимает ленточка с фирменной буквой а знаете на вот это вот какой-то интеллектуальной роскоши пиджаку добавляет вот и с этим пиджаком мы сегодня составим абсолютно все образы которые у нас будут первый образ самый простой самый элементарный наверное самый естественный это образ где пиджак выступает в роли пиджака платья с моими любимыми ботфортами как вы помните мы здесь с вами работаем над капсульным гардеробом где не так много вещей но так много сочетаний добавляю чокер плесе и добавляю сумку плесе и из лимитированной коллекции прошлого года зарина второй образ продолжаем работать с пиджаком и ботфортами мы все еще переосмысливаем тему пиджака как платье однако здесь мне хочется удариться немножко в японскую эстетику ну или в русскую хотите косоворотку в этом наблюдаете что вам больше нравится тем не менее мы запахиваем пиджак глубоко и подвязываем его поясом шнуром при этом я запахиваю пиджак полностью я не оставляю лацканы открытыми надеваю в качестве аксессуара крупные серьги а Второй элемент, который я приобрела в этой коллекции, на него глаз положила еще в бейзап, тогда это была юбка бермуды, я, конечно, все локти себя обкусала, что не купила ее, увы. Потом я мерила бермуды в новогодней коллекции из твида, но они, конечно, более сложны в сочетаемости, потому что это больше зимняя такая одежда, да, летом не поносишь. И вот, к моему счастью, в гардероб вышли бермуды из такой же костюмной ткани. У них очень трендовая сейчас подкладка на поясе белого цвета, они имеют чуть заниженную посадку. Когда я примеряла этот костюм из бермуд и пиджака, мне сразу пришла в голову комбинаторика с моей, на данный момент, самой любимой сумкой от бренда Askind. Мы снова попробуем с вами акцентировать талию, здесь мы можем себе это позволить за счет монохрома, и несмотря на то, что пояс у нас акцентирован бежевым цветом, он мне создает ощущение дробления силуэта по центру. Я пока не нашла пояс в таком же цвете, как сумка, вообще оказалось, что найти пояс шнур это довольно сложная задача, поэтому пока я просто использую ремешок от сумки. Он, конечно, немножко смешной, как поросячьи хвостики торчит, но сделаем вид, что так и было задумано. Батфорты я в этом случае заменяю на батфорты из иконики. Смотрите, за счет того, что у сумки более обтекаемой формы, за счет того, что мы запахнули пиджак и создали округлую форму силуэта в районе плеч, хочется все-таки немножечко повторить вот эту вот обтекаемость. Поэтому добавляемся до батфорты иконика. Продолжение следует... Далее хочется задействовать одну архивную вещь у Шатава из старых-старых новогодних коллекций. Я ее стилизовала раньше только летом, не было как-то возможности в какой-то образ внедрить зимний, но вот здесь вот прям самое то, весеннее уже. Итак, это баска-плиссе молочного цвета. Я использую ее как пояс и таким образом создаю в образе асимметрию и очень интересный женственный акцент, который прекрасно выглядит на фоне такого утрированного мужского костюма. В коллекции гардероба Пушатава снова выпустили дроб из ткани «Гладит бог», в которой есть как кофта на запах, платье на запах, брюки. И как раз их я хочу вам продемонстрировать. Это брюки из лапши. Она действительно безумно приятная к телу. Она охлаждает, когда жарко, согревает, когда холодно. Она очень красиво струится и прекрасно садится на любую посадку, как на талию, так и на бедра. И на талию, и Юлию. Очень плохая шутка. Не возьмем. Вообще, для костюмных образов мне больше нравятся, конечно, брюки палаца, которые держат форму, но в Ушатаве я такие пока найти не смогла. Хочу доехать все-таки в Уис-Вис, в Москве. Кто хочет поехать со мной и постошить кошельки? Окей, летс гоу! Окей, летс гоу! Там представлены катеринбургские бренды Клата. Мы в прошлом видео с вами наблюдали за пиджаком Макси этого бренда. Вот у них есть очень классные, по крайней мере, на фотографиях и на видео, брюки палаца. Но вообще мы не про них сейчас говорим. Тем не менее, мне кажется, что жесткая форма пиджака, жесткая форма обуви, это мои новенькие приятели из иконики, очень классно оттеняются такими более мягкими, более струящимися, немного напоминающими издалека вискозу брюками. Мне хочется поддержать белый цвет обуви и добавить немного лоска этому одновременно жесткому и расслабленному образу. Поэтому в качестве акцента я использую платок Ушатава из шелка. Мы с вами тоже с ним уже знакомились в первом видео. Обратите внимание, я сначала оборачиваю пуговицу этим платком и уже после этого вставляю в... А как называется дырка для пуговиц? Отверстие для пуговицы? Я напишу, как это правильно слово называется, я не помню. Ну, короче, да, вставляю в... Нельзя говорить дырки, ты не свернишь дырки, ты делаешь отверстие. Хорошо. Ну, так вот, я оборачиваю пуговицу шарфом и... Прорезные петли, прорамки и лицы. Прорамка мне нравится больше всего. Так вот... Рандампуры. Нет, сложно. Прорамки. Шлевки. То есть это можно все-таки шлевкой назвать? Да я поймёте, у меня здесь сраще комменты по этому полу. Ладно, я оборачиваю пуговицу платком и уже после этого продеваю её в петлицу. Таким образом у нас получается акцент в виде внезапно возникшей белой пуговицы, которая прекрасно нам вытягивает вертикали и даже немножечко диагонали добавляет. А еще одна вещь долгожданная, долго искомая, на которой я в течение многого времени искала, искала её ту самую. Это комбинация. Наконец-то у меня есть идеальная комбинация. Всё, у меня что-то было не то. Но вот здесь вот мы с ней встретились. Это комбинация в длине макси. Я вообще сначала была уверена, что я взяла миди, но, видимо, для такой высокой дамы, как я, макси, вполне даже миди. Короче, это комбинация из плотной вискозы, тяжелой, струящейся. К счастью, у неё не треугольный вырез, квадратный. И мне в таком воплощении комбинация нравится гораздо больше. Думаю, заношу её до дыр. Как она будет выглядеть в летних вариантах, мы с вами посмотрим позже, когда потеплеет. А пока давайте посмотрим, как мы адаптируем её к весеннему гардеробу. Первый образ с этой комбинацией я составила, используя, как уже помним, нашего главного героя пиджак. Добавляю сюда коричневые тканевые ботфорты манго. Хочется очень дать цветовой акцент и уйти с ним именно в обувь. Здорово, что у комбинации высокий разрез сзади. И если спереди мы видим исключительно обтянутую узкую щекотку и острый коричневый нос, то вот сзади ботфорты раскрываются во всей своей красе. Их обязательно нужно поддержать чем-то, поэтому я добавляю сюда очки квадратной формы, которые вторят нашему пиджаку коричневой оправе. Мне кажется, в этом образе есть довольно много винтажности, чего-то такого в духе Гадара. По крайней мере, мне хочется так думать. Ну и в целом вы такая дама для похода в библиотеку. Тупо звучит, надо как-то по-другому сказать. Ну короче, красиво, эстетично, винтажно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Еще одна стилизация комбинации, я считаю, это очень празднично, торжественно, но при этом мы продолжаем сохранять нашу мрачность. Я предлагаю застилизовать это с чем же интересно? Может быть с пиджаком? Или с пиджаком? Давайте с пиджаком! Я использую здесь ботинки той фирмы, которая, я опять не помню, как она называется, и платок. Я завязываю в формате банта, галстука, в общем, повязываю его на шею. Следующий и последний, завершающий наш видео, образ. Наверное, он не совсем подходит еще для текущей погоды, но я не могла себе отказать в удовольствии его показать. Как знаете, вот в старых фэшн-шоу, в старых показах, еще в 19... Ой, в каком 19-м? Не было ваших фэшн-показов в 19 веке, у нас рабы были. В старых фэшн-шоу в 20 веке, в конце 90-е, 80-е, была такая хорошая традиция последним образом показывать на подиуме свадебное платье. Ну, давайте мы тоже такой сделаем оммаж, и последнее платье у нас будет шок белым. Это белое платье с татуэткой из свадебной коллекции Айду Ушатавы. Полностью белый цвет белым на хром я, конечно, не выдерживаю, мне некомфортно как физически, так и морально, поэтому я накидываю на плечи оверсайз пиджак. Здесь он действительно выглядит как с мужского плеча. Мы понимаем, что если мы добавим сюда черную обувь, то мы будем резать сильно силуэты, поэтому мы продолжаем белую вертикаль нашими белыми полуботинками коника, добавляя сумку-плиссе. Что ж, посмотрим, что получается таким образом. Четыре вещи, приобретенные мной из новой коллекции, несколько аксессуаров, которые уже присутствовали в моем гардеробе и с которыми вы знакомы из предыдущих видео, и такое количество вариаций образов. И, безусловно, это не все. Если пробовать играть с деталями еще, добавлять какие-то более акцентные аксессуары из бижутерии, из головных уборов, мы получим еще и еще больше образов. И напоминаю, пока мы рассматриваем их только в формате весеннего сезона. А для лета, ух, сколько еще можно всего придумать. Я надеюсь, что социализация черного пиджака теперь для вас выглядит достаточно занятной и разнообразной идеей. Надеюсь, что вы взяли для себя вдохновение. Пожалуйста, напишите, какой из образов запал вам в сердечко и понравился больше всего. Спасибо, что остаетесь со мной, что смотрите эти видео, полные черного монохрома. Спасибо за то, что вы такие же, как и я, иначе бы вас, наверное, здесь не было. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на меня там, где нельзя, и там, где можно, тоже подписывайтесь. Я очень рада, что вы все еще со мной, рада по-прежнему получать от вас позитивный отклик. И надеюсь, что в скором времени, не в таком большом перерыве, как был у нас сейчас, мы с вами обязательно встретимся. Жду ваших комментариев. Всех люблю. Всем пока. Надо что-то еще сказать. Почему так долго не было видео, и почему еще они так редко выходят. Наверное, главная причина в том, что YouTube это все-таки мое хобби, у меня есть постоянная работа, 5 на 2, как положено. Во-вторых, я очень придирчива к качеству, я перфекционист, и если у меня нет возможности записать видео в красивой студии, в идеальных условиях, смонтировать его без каких-то ошибок и косяков, если у меня нет возможности использовать авторский саундтрек. Да, Паша? Да. Который к этому видео тоже будет. Правда? Да. Хорошо. То я не буду делать это видео, вот такой вот я неудобный человек. Выкладывать по 4-5 видеороликов в неделю, которые смонтированы, копировать, вставить и сняты там с трясущейся рукой где-то в магазинах, ну, к сожалению, это не мой формат, поэтому sorry, будем встречаться не так часто, зато как. Так, вот, спасибо большое, что терпите и понимаете. Утомленное солнце. Достаточно. Достаточно.